Практически мы имеем первый профессиональный стандарт в стране, который, как вы слышали, принимается по поручению президента. Это говорит о важности, актуальности, ценности той работы, которая была проведена, в данном случае, тем творческим коллективом, который был создан в РАНХИКС, для того, чтобы завершить ту большую работу, которая началась еще в 2014 году. Нужно сказать, что когда-то мы говорили о необходимости юридической грамотности населения. Потом, с переходом на рыночные отношения, мы стали говорить о необходимости экономической грамотности нашего населения. И до сих пор на эту тему много говорим. Так вот, по всей видимости, пришло время, когда надо говорить и о той грамотности, которая касается понимания тех процессов, вещей, которые происходят в сфере межнациональных, межрелигиозных отношений. И это вызов времени. Этому вопросу достаточно много места уделено в стратегии государственной национальной политики до 2025 года, на период 2025 года. Это говорится и в других документах стратегического планирования, которые приняты в последнее время. Естественно, в этом ряду находится и вопрос создания нашего федерального агентства, которое третий год как существует. И вот один из тех вопросов, которыми нам приходится заниматься на системном таком уровне, это вот как раз и поручение президента, которое касается утверждения профессионального стандарта. Здесь единственное, я бы хотел сказать, что в его развитии правительством Российской Федерации было принято соответствующее распоряжение. И ответственными, как написано в поручении, является ФАДН России, то есть Федеральное агентство по делам национальности и Минтруд России. Потому что тот документ, тот огромный труд, который был, я хотел бы это добавить, за счет личного времени выполнен ранхикс, будет направлен в соответствующие процедуры, которые предусмотрены постановлением правительства, в Минтруд. В дальнейшем он пойдет экспертом национального совета по профессиональным стандартам, где будет рассмотрен. И после этого, при положительном отзыве экспертов, Минтруд своим приказом его утвердит. Я могу сказать одно, в своей профессиональной жизни мне приходилось работать с различными документами, но тщательность, внимание и высокий профессионализм людей, которые трудились над этим документом, мне кажется, и я не побоюсь этого слова сказать, гарантирует такое принятие. А значит и выполнение поручения президента, которое у нас имеется на этот счет. Продолжение следует...